Приветствую вас, Ксения. Смотрите, я прочитал ваш текст, и первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете вопрос. То есть у вас в тексте нет вопроса. Да, есть описание ситуации, есть описание проблемы, но нет вопроса как такового к психологу. Вот, что вы хотите от психолога, да, что вы хотите изменить. Себе я имею в виду. Если вы не знаете, что вы хотите изменить, то это может быть отдельным запросом, да, то есть понять, что во мне не так, что я хочу в себе изменить, и над этим уже работать со специалистом, да. Вот, это первое. Второе. Ну, смотрите, вот некоторые такие отдельные моменты, на которые я хотел бы обратить ваше внимание. Вы можете чувствовать вину за смерть мужа. Вина может не отпускаться, ну, вот, ваше горы. То есть обвинение, вот как-то вот ощущение, что вы там чего-то не доглядели, значит, вот подобрение, да, то есть тут вот вы как-то вот знаете, вам говорят, что, например, что это был там, допустим, несчастный случай, вы утверждаете, что это было самоубийство, но если вы говорите, что у вас с мужем было всё круто, всё хорошо, зачем ему себя убивать, вот, то есть как бы логическое объяснение, потому что это суицид, нет, 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 вот. Это первый момент. Второй момент. Если это был суицид, ну, думал ли ваш муж о вас, да, то есть любил ли он вас в таком случае, потому что совершая суицид, ну, он не мог не знать, что вы будете страдать, не мог не знать, что оставляет вас одну и всякое такое. Соответственно, это не любовь к вам, и если человек вас не любил, то это уже, наверное, многие вещи меняют. Короче говоря, ничего-то вам эта идея с суицидом нужна, но если идея с суицидом присутствует, то есть здесь, скорее всего, чувство вины за, вот, ну, за то, что вы, вот, не доглядели, за то, что вы не досмотрели, и считаете себя повинной за смерть своего мужа. Вот. Вне зависимости от того, несчастный случай это или самоубийство, это исключительно ответственность вашего мужа. Это его либо решение, либо это его халатность, то есть, пренебрежительное отношение к возможной опасности и несоблюдение техники безопасности. Вот. Это, в любом случае, ответственность вашего мужа, к вам она отношения не верит. Но чувство вины, что такое чувство вины? Это требование к себе завышенное, нерациональное, иногда даже мистическое, с учетом того, особенно, что вы верите в Бога, мистическое требование к себе, которое вы, соответственно, не удовлетворили и за которое теперь себя вините. Ну, надо сказать, что чувство вины, оно, в общем-то, может быть вам даже полезно, если оно вам что-то дает. Оно вам дает в данном случае совершенно четкое понимание того, что хорошо, что плохо, что правильно, что нет, и делит мир на черное и белое. Потому что, судя по вашему описанию, вы очень плохо себе доверяете, вы очень слабо себе доверяете, вы себе не доверяете вообще. Вот. И, к сожалению, жить ради себя, для себя, на своих целях, для своих целей, ради своих ценностей, вы не можете. Ну, то есть, вам этого недостаточно. Да, безусловно. Муж как бы умер. Это трагедия. Безусловно, вы страдаете. Все верно. Но, нет ничего важнее мужа. Нет ничего важнее человека, другого человека. Не вас, другого. Значит, вы ставите себя ниже, чем его. Он важнее, чем вы. А значит, вы, ваши интересы, ваши цели, ваши ценности, идеи, не так важны. И здесь мы приходим к идее того, что вы себя обесцениваете. И, возможно, обесценивали себя всегда. Вот. Ну, мне видится, что вы такой вот, хоть и эмоциональный человек, но, в целом, достаточно скромный, мнительный. Вот. Ну, я могу ошибаться насчет мнительности, но тревожный. Тревожный. Вот. И, соответственно, себя вот как-то вот, ну, мягко говоря, не очень жалующий. Вот. Дальше. С ходом человека, с смертью человека, вы ощущаете потерю. Потерю чего-то. Вы что-то потеряли. Со смертью мужа. И потеряли что-то для себя. Важно понять, что вы потеряли. Важно понять, что конкретно вы потеряли. Чего вам не хватает. Потому что я хочу к нему, разговариваю, это не про любовь. Это про потребность. Это про нуждаемость в человеке. А вещи это несколько разные. Одно дело любить, хотеть счастья, желать счастья. И, в таком случае, ваш муж уже счастлив, ему уже хорошо. Особенно, если вы верите в Бога, вы были бы довольны. Да, вам было бы грустно, но страданий бы не было. Это не про любовь. Вот именно то, что вы пишите. Пишите. Я не говорю, что вы не любите человека вообще. И не любили его. Нет. Вы его любили. Конечно. Но болит у вас не любовь. Любить можно и того, кого нет. Болит у вас потребность. Вам чего-то отчаянно не хватает. Ну, собственно, нехватка и, в общем-то, нуждаемость проявилась и раньше, когда вы говорите, что полное взаимопонимание, чувствование друг друга на расстоянии и прочее. То есть это проблема личной границы. Это, что называется, слияние. Вот есть в психологии такое понятие, как слияние, когда люди начинают столь активно влиять друг на друга. Это вполне реально. Это вполне реально, но крайне негативно для отдельного индивида. Крайне негативно. Но вы, к сожалению, с этой ситуацией столкнулись. Когда происходит механизм слияния, когда человек... Когда происходит слияние, точнее, не механизм. Когда человек хочет раствориться в другом. Когда человек не чувствует, что ему самому себя достаточно. Когда для того, чтобы было себя достаточно, нужен кто-то еще. Вот. Нужен другой человек. Вот. Ну, то есть это вот такое, в целом, глубокое, достаточно негативное отношение к себе. Вот. А, ну, далее то, что вы пишете про депрессию, то, что вы пишете про антидепрессанты, это все медицинская история. Я не знаю, есть ли у вас диагноз депрессия. То есть, как бы, про диагноз вроде бы вы ничего не говорили. Я говорю только, что есть мигрень. Я не очень понимаю, почему при мигрени выписывают антидепрессанты. Если честно, я не очень понимаю, почему при выписывании антидепрессантов вам не назначают психотерапию, без которой антидепрессанты, в принципе, бесполезны. Вот. Это, опять же, все детали и, наверное, нюансы вашего подхода к собственному лечению. Вот. Заботе о себе. Что важно сказать про мужа, вот то, что, наверное, в какой-то степени уже запронули мои коллеги, я не читал ответы коллег. Это то, что, да, стадии, безусловно, есть. Я не очень понял, как у вас происходило их переживание. Потому что, ну, судя по тому, если вы описываете, это не переживание. Это какое-то, какое-то скакание с одной стадии на другую. Но, в принципе, злость это тоже нормально. В том числе и на Бога. Я не очень понимаю, почему вам стыдно сейчас ходить в храм. Если вы думаете, что на Бога никто не злился, особенно в стадии, вот, классики отрицания, ну, вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что Бога как-то может задеть ваша злость, ну, вы тоже, как бы, сильно ошибаетесь. Поэтому, как бы, вот оснований для стыда, таких вот, именно религиозных, я не вижу. А вот оснований для стыда психологических, я вижу более чем. Вот. Как, например, то, что вы по ощущениям моим подавляете агрессию. Вот. Свою. То есть, что такое агрессия? Агрессия, это, ну, такая вот, необходимость, если можно так сказать, в физическом реагировании на какие-то, ну, на какие-то вещи. Дальше. Значит, не принимаю во внимание сейчас стадии, этапа горя. Вот. Я могу сказать вам, что очень важно именно пускать. То есть, именно прощание с человеком. Я не знаю, делали вы это или нет, многие люди не прощаются с людьми, ну, умершими людьми. А многие люди, вот, живут так, как будто человек может вернуться. И вы, в принципе, делаете это тоже самое. Вы, вы делаете именно это. То есть, выходите к нему, не можете смириться и так далее. То есть, как будто, как будто у вас есть выбор. И, соответственно, вы не просили с человеком. Раз, два, не могу смириться, потому что это означает, что мне придется что-то делать другое для реализации своей потребности. То есть, скорее, свою потребность свою в чем-то вы тоже не признаете. Ну, судя по тому, что пишите. Ну, судя по тому, что пишите. Вот. Поэтому все это очень важные моменты, которые необходимо прорабатывать со специалистом. Вот. Отдельно. Немножко не связано с, вот, ну, с темой вашего сообщения. Хочу сказать, что вы как-то вот слишком сильно уделяете внимание мнению других людей и тому, что они подумают про вас. Что-то вот скрытие своих эмоций, скрытие своих чувств. Этих не хочу беспокоить. Этих не хочу, чтобы видели. Ну, это все, опять же, про-в-про некую такую стеснительность. Что, в принципе, является комплексом. Вот. Являются комплексами. С этим тоже нужно работать. Вот. Ну, для несколько лучшего понимания я мог бы привести, наверное, вот такой пример. Что, вот, представьте себе. Есть цветок. Цветок слабый. Цветок такой болезненный. Вот. Он, по сути, получает, ну, там, 30% солнечного света, к примеру. Он так и живет. То есть, он привык, ему нормально, он привык, он уже не надеется на что-то лучшее, да. Потому что, ну, ему вот взрослые цветы, да, они показали, что вот он не моет, он не должен делать что-то, да, чтобы вот получать цвета больше. Ну, однажды, цветок, значит, почувствовал, как его касается, там, допустим, какой-нибудь вьющийся растений. Ну, вьющийся цветок. Вот. Извините, мои познания в биологии не очень хорошие. Просто пример такой. Вот. Вьющийся цветок в июль. И в июль помог цветку, значит, попасть, подняться выше, вот, получить большее количество цвета, вот, и, собственно, жить, ну, более полноценной жизнью, скажем так. Но проблема в том, что цветок когда-то в раз сильнее не стал, потому что не он поднялся, не он стал сильнее, а благодаря помощи вьюна вот мог получить то, чего бы он никогда не получил. И так случилось, что однажды вьюн срезали. К цветку не сделали ничего, а вьюн срезали. И цветок опять упал. Туда же, где он и был. Но только теперь, живя той жизнью, в которой он жил раньше, цветок страдает. Потому что он познал, что можно жить другой жизнью. Он увидел, что можно жить другой жизнью. И он, конечно же, будет плакать и переживать про вьюну. Он будет страдать и катить к нему. Но вот о вьюне ли здесь речь? Я понимаю, это пример довольно грубый. Я понимаю, что как бы ваши чувства, они более сложные. Они более сложные, я понимаю. Но вот как иллюстрация вашей глобальной ситуации очень подходит. И фактически проблема не в том, что вы переживаете утрату любимого человека. А проблема в том, кто вы до утрат еще, до встреч с ним еще. С кем вы были, кто вы были. Вот это гораздо важнее. И вот с этим это нужно корректировать. Корректировав это, дальше, если вы столкнетесь с такой ситуацией, чего я вам, конечно, не желаю еще раз, вы уже не будете так переживать. И не подходит так сильно вас чья-то смерть. Потому что чья-то смерть, это абсолютно нормально и естественно для людей. Раньше кто-то, позже кто-то. Смерть норма. Абсолютно естественно. И грустить по поводу утраты человека норма. Но вот обесценивать себя, корить себя, думать о своей смерти, не иметь смысла своей собственной жизни, вот это уже для вас в первую очередь, именно разрушительно, именно деструктивно, это точно является проблемой. И это то, с чем вам нужно работать. Может быть с помощью антидепрессантов. Может быть антидепрессанты помогут. Может быть с помощью каких-то еще лекарств, если у вас есть диагноз. Опять же антидепрессанты самостоятельно принимать не стоит. Вообще, вот у вас прослеживается в тексте, что вы вот склонны к таким самостоятельным действиям каким-то. Ну, то есть к самолечению, к самообучению и так далее. Все это круто, но вопрос в том, как его использовать. У меня есть подозрение, что, ну, там, например, посчитать про этапы горя, проживания горя, в принципе, можно. Хотя, я бы рекомендовал обратиться к специалисту. Назначать и пробовать антидепрессанты самостоятельно. Нет, категорически нет. Нет, потому что это, ну, вы можете себе просто навредить еще больше. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам найти специалиста. Я видел, что вы задали подобный вопрос, ну, похожий вопрос в раздел религии. Я надеюсь, вы найдете специалиста, но только при условии, если вы захотите меняться. Если вы признаете, что какая-то ваша позиция, какие-то ваши знания, какие-то ваши, ну, какие-то ваши представления не работают для вас. Спасибо вам. Самого доброго. Удачи. Удачи.